520 против икстишных небольшая обновка для велосипеда контактные педали shimano dior xt 8100 прошлый сезон я отъездил на 500 не помню или 520 или 540 то есть в принципе они работают нормально но мне кажется из них начинает вытекать смазка крутится вроде нормально короче решил их заменить на такие кстишные в комплекте идут шипы шипы наверное менять не буду оставлю те что есть эти уже поставлю на летнюю обувь а на зимний пусть остаются эти и вот сами педальки они все в какой-то смазки они по длине они не по длине получится точно такие же по размеру и и и и и и и и и коробочка симпотная все буду менять когда я снимал с прошлого велика педали там с этой стороны и шестигранники но я сточил два шестигранника вот и не так и не смог открутить а сюда у меня ключ не пролазил специального ключа у меня нет поэтому я взял обычный ключ и сточил его и сточил его до такой степени чтоб он входил туда надеюсь в принципе ключу ничего не будет и можно его даже наверно еще больше сточить и не покупать специальный ключ я буду менять завтра поем кататься вот кстати у меня еще есть новые 520 совсем-совсем новые тут тоже в комплекте инструкция также шипы тоже черный шип а тут почему-то у меня какой-то стальной шип шел и педальки хрен вытащишь ну вот нулевые педали вот это новые на этих я проехал уже может чуть больше тысячи километров встегиваются выстегиваются они вообще без проблем эти педали куплены для того велосипеда второго а эти уйдут на старой мтб шку на скота на эти встанут сюда получается что шип от xd педалей точно такой же только черного цвета она и и и У экстишных педалей Другой шестигранник Побольше Такой возможно и не сточится У этих педалей без варианта То есть такой ключ Если откручивать То только исключительно шестигранник Наверно поэтому Сделали толще Если кстати кто не знает вдруг То педали обязательно есть левые и правые Вот тут есть обозначение Буковка L А на этой R Я не знал чем закончился Я не знал чем закончился Так как у меня не находилось слов Для того чтобы сравнить Эти две модели педалей XT педали значительно дороже Чем 520 Но особо Преимуществ сильных для себя я в них не увидел Да Они немножко легче Для кого вес важен Наверно возьмут XTR Или еще что подороже Поэтому Вес это не преимущество Тем более его там не так много Но Я Вот такую аналогию придумал Вот Есть такие конструкторы Их когда то по акции Там за наклейки Дарили в магазине карусель Конструктор визуально похож на конструктор лего И в принципе он достаточно качествен То есть детали друг другу подходят Ну его можно собрать И Играть Вот И есть конструкторы лего Которые все знают И все Ну может не все Но многие Их имели Так вот Конструктор лего В конструкторе лего Все детали подогнаны К друг другу И сколько бы тысяч раз Не вставлял Не выставлял Встегивал Встегивал Не стегивал Выстегивал Сколько бы раз Ты ничего не делал С какими-то деталями Они такими же и останутся Как были изначально Если их физически не повредить То они всегда продолжат свою работу Вот И Есть такие конструкторы Которые тоже работают Тоже их можно много раз Выстегивать Стегивать И в принципе они как бы свою функцию выполняют Но ощущения От конструктора лего И От конструкторов Не лего Разные Конструктор лего Более Подогнанные детали Они лучше Встегиваются Лучше Выстегиваются Легче Все работает Немножко по-другому Но нельзя сказать Что этот конструктор Там Плохой Он тоже хороший Вот так же и с педалями XT для меня Оно больше похоже на лего А 520 по ощущениям не лего Я не говорю про лютый китай То есть раньше были такие конструкторы Совсем люто китайские Где иногда даже не вставлялись детали Нет 520 хорошие педали И в принципе я на них бы Если бы они у меня были И других педалей у меня не было Скорее всего я не советовал бы покупать какие-то другие Но если у вас есть деньги лишние И их не жалко То можно купить Немножко приятнее Ну и все в принципе Больше ничего сказать про эти педали не могу Время покажет как они Насколько долго они проживут Но я знаю что и 520 долго живут Ну вроде все